Викторович, приветствую. Добро-добро. Короче, здесь пиздец, я тебе скажу, так? С прощением. За откровенность. Ну, недавно, смотри, вчера грады, кстати, отработали. Не знаю, походу, мы спрашивают нашим, никто ничего не может сказать. Наша колонна осталась, другая поехала. Расхерачили ее. Грата, опять же, накрыл. Тоже к медикам я подходил. Здесь есть медики 66-й или откуда они там, хрен пойми. Подхожу, говорю, так и так по поводу обморожения. Говорит, а что, у нас, говорит, только бинты, говорит, и все там для трехсотых. Я тебе скажу так, обморожение ног у 50% личного состава. Здесь, я тебе скажу, здесь двухсотых отправить не могли нормально. Они с нами дней пять катались. Я представляю. Мы приехали здесь в мороз. Ну, как бы, мы вообще ехали с условием того, что у нас было четыре палатки М-30-х. У нас одна палатка. Буржуйки никакой не оставили. Короче, вообще, писяц. И то эта палатка не для нас. Вон, мы вырыли окопы, мы в окопах живем, блядь. Под Николаевым, что ли? Да. А где ваши эти офицеры? Кто вас сейчас там рулит, вове? Здесь Рязанцев рулит. Приехали, мы его первый раз увидели. Он говорит, это было на четвертый день. Он нам, знаешь, что сказал? Ни для кого не секрет, что до конца операции оставились считанные часы. И вот они, эти часы до сих пор идут. К нему ребята подходят, у кого за место бронепластины обычный этот экран кевларовый. Там, товарищ генерал, блин, вот у меня такая-то ситуация, он говорит, сынок, крепись. И съебался. Чему, блин, вонючий. Он говорит, у меня, блядь, бронежилета нет. Сынок, крепись. Как и всегда. Я говорю, сука, даже в Чечне в то время такого не было. Намного было, хоть ясно было. Тут такой трез. Я говорю, на нас свой самолет авиабомбы скинул. Ну, это нормально. Охеренно, ебать. С добрым утром было, блядь. Не знаю, блядь. Дурдом нахер. Это спецоперация, блядь. С учетом того, чтобы дома не разрушать. Это все, да это бред, блядь. Как волноваху. Пока не разнесут полностью, полностью не перемешают с грязью вместе с жителями мирными. Другого не будет ничего. Мы продвигаемся, да, там по телевизору, что говорят, продвинулись вперед. Ладно, мы просто проехали, а селы не зачищали. И сейчас, получается, мы в круговой обороне, потому что по нам со всех сторон херачат. Думали, что как на параде проедем. Оно оказалось. У нас задача была на Николаев идти. Все, короче, пока Николаев стоим.